Уже в ближайшую субботу веселые и находчивые жители Барнаула и не только Барнаула сойдутся на одной сцене, чтобы сразиться за звание самой остроумной и смешной команды КВН. Состоится первый полуфинал официальной лиги. Как создаются удачные шутки и есть ли будущее у популярной игры? Об этом мы не только поговорим в студии, а у нас в гостях Александр Танков, исполняющий обязанности директора официальной лиги КВН Алтай, и Дарья Мальцева, трижды финалистка лиги КВН Алтай, ну а по совместительству, я так понимаю, администратор. Ребята, привет! Вас уже можно назвать профессионалами КВН, а вы в свое время тоже играли. Бросили? Скажем так, остаемся. Мы перетекли, так скажем. Да, теперь вы занимаетесь орг-вопросами, а почему не бросили КВН? Ой, мне кажется, это в принципе такая, как, я не знаю, болезнь, что ли, которую ты никогда не бросишь, и сцена, она тебя всегда будет манить как-то. Поэтому мы сейчас даже хотя бы хватаемся за возможность хотя бы технически остаться в этой игре, работать с командами, веселиться, потому что вся эта атмосфера игры, она, ну конечно, мы ждем этот день за неделю, за месяц уже, готовимся. А так как прошло уже, сколько, больше трех месяцев, мы собираемся друзьями и такие, да поскорее бы уже, поскорее. Наши ребята, которые работают за кулисами, звукорежиссер, еще одни администраторы, да поскорее бы уже КВН. Ребята, которые просто уже закончили играть, то есть мои сокомандники, которые уже не играют там два года, каждый раз, так, нам билеты оставьте, мы прибежим первый ряд. Потому что есть какие-то возрастные ограничения в КВН, что ли? Ну, играли бы по-прежнему. Нет, ну, это же тоже, скажем так, зависит от твоего свободного времени. То есть, когда ты студент, тебе гораздо проще, а когда ты уже вышел на работу, то тут как бы приходится жертвовать. Мы, конечно, свое время жертвовали. Я знаю, что кое-кто и сейчас жертвует, у кого-то сейчас занятия. Да, это я, здравствуйте. Сергей Петрович, извините, я сейчас не на паре, я сейчас в эфире. Здравствуйте. Сергею Петровичу привет. Простите, пожалуйста, Александра, а вы из разных команд? Я играл в КВН в школе, и вот из школы у меня перетекло все в официальную лигу КВН. Он сразу встал, скажем так, в этой семье. А мы, да, играли очень долго. В какой команде ты была? Ой, я... В какой-то только не была, до школы. В какой-то только не была, понятно. А девчонок, мне кажется, не очень любят в мужских командах. Ну, у нас была женская команда с одним мальчиком. Я скажу вам, в тайне неправда очень любят девчонок. Да, и их очень дефицит, поэтому все смешные девчонки сразу записывайтесь на КВН всегда. Ребята, ну давайте немного о проблемах. Вот мы не раз говорили о том, что местным командам очень сложно пробиться на уровень России, попасть на сцену к Маслякову. И даже если попадают, то каких-то там, не знаю, фееричных номеров мы не видим. В чем основная проблема? Проблема вообще у нас, наверное, в принципе, доехать до того самого долгожданного Сочи, в которое мы все хотим попасть. То есть финансовая? Конечно, финансовая. Потому что какая бы ни была помощь, все равно приходится и свои какие-то финансы подключать, и спонсоров искать. А что спонсоры не видят будущего, вкладываясь в КВН? Нет, спонсоры видят будущее. Проблема в том, что команды обычно состоят от пяти до семи и больше человек. А билет, как вы знаете, до Москвы, а тем более до Сочи, стоит большое количество денег. Потому что ребята везут и костюмы, и реквизит, в связи с этим цена билета возрастает. Но все равно были же примеры, что ребята там как-то накопили и добрались. Мы сами ездили три раза. Да, три раза ездили, и все равно ничего не произошло. Вы не выступаете по-прежнему там. Не правда. Вы не участвуете в телепрограммах смешных. Смотрите, рассказываем историю. В данный момент у нас две команды-участники этого сезона. Одна из них чемпион прошлого сезона, команда КВН Твердятич-Пихто. И сейчас команда КВН Сын Маминой Подруги участвует в Центральной Лиге КВН Азия. Это лига, следующий этап, которая уже телевизионная лига. Это единичные случаи. Один какой-то из ребят. Почему из ребят? Это прям команда. Каждый год попадает в какую-то... В Центральной Лиге каждый год кто-нибудь участвует. От нашей Лиги есть постоянно представители в Центральных Лигах. Поэтому... А вот следующий этап телевизионный как раз, вот та самая Премьер Лига или Первая Лига, или Международная Лига, которая... Ты бы уже выше, как говорится. Да, и уже выше Лига. Туда уже гораздо сложнее. Ну, Гаустяна-то у нас не случилось. Рева-то у нас не родился. Ну, давайте так, поживем-увидим, как говорит Александр Васильевич Масляков. Надеемся, в этом году, точнее, в будущем, наш чемпион и команды нашей Лиги приедут в Сочи, всех обыграют и попадут обязательно в телевизионную какую-нибудь Лигу. Надеемся на высшую Премьер Лигу. Слушайте, а еще мне известно, что у именитых, таких уже достаточно известных команд, есть свои продюсеры, костюмеры, сценаристы. То есть, по сути, ребята, они сидят вот так за столом и не думают, о чем будем сегодня шутить, да? Им предоставляют готовые сценарии. У нас такой возможности нет, или я ошибаюсь? Немножечко ошибаетесь. Команды, которые участвуют уже в телевизионных лигах, они нарабатывают материал, который они пишут. Они прошли огромный путь, чтобы, в принципе, дойти. У них есть огромное количество материала. А сценаристы, кто там, реквизиторы, это, конечно, непосильная помощь. Также у нас, у наших алтайских команд, у многих тоже есть свои реквизиторы. Ребята, девчонки, которые стоят за сценой, подают пиджак, одевают, переодевают. Поэтому это у нас тоже все есть, просто не в таких огромных количествах. Я понимаю, в какую бы сторону, якобы проблемный вопрос не повернула, вы все равно патриоты своего дела и считаете, что у нас все очень хорошо. У нас есть проблемы, но мы мечтаем, чтобы было у нас все замечательно. Так, расскажите, вот что заставляет ребят идти в КВН? Вы уже сказали, что в студенчестве, да, это активно все засасывает каким-то образом, потом взрослая жизнь, немножко как-то другие проблемы, другие заботы. А студенты только ли потому, чтобы как-то время скоротать, себя показать? Или есть другие какие-то причины? Как минимум, это новые знакомства. И вот эта приятная ситуация, когда ты выходишь на сцену, перед тобой большое количество зрителей, тебе аплодируют на шутку, которую ты писал большое количество времени, и она заходит в залу, мне кажется, это самое приятное. Пошел бы ты песни петь, там, не знаю, танцы, 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 танцы. На самом деле-то по-разному приходит. Кто-то реально девчонки приходят, пою хорошо, классно, пою, буду вот вам помогать. То есть какого-то критерия такого жесткого отбора нет? То есть, например, ну-ка так пройдем-то с тобой кастинг? Нет, нет. Это потом сами по себе уже... Берем всех желающих. Да. Потом сами по себе уже ребята отсеиваются, кто понимает, что в принципе это, наверное, не его, и пойду, например, танцевать, если я так клево танцую. А кто-то, если действительно видит себя и, в принципе, понимает, что на это уходит много времени, я готов. Ребят, ну а если вот сейчас кто-то посмотрит наш эфир и скажет, что я готов, я хочу заниматься КВН, то куда идти? Ну, предположим, это школьник. В школе лиги нет. Начнем с того, что в каждой школе начинается опять потихонечку возвращаться традиция создавать школьные капустники КВНовские. То есть между классами, между параллелями создают команды и играют в КВН. Также обычно проходят школы КВН на базах школ, на базах университетов, как, например, в октябре месяце, если я не ошибаюсь, 17-го числа на базе Алтайского государственного политехнического университета будет проходить школа КВН, в рамках которой будут проходить такие различные мастер-классы, как сценическое мастерство, вокал. Актерское мастерство, развитие креативности. Кто будет проводить все это? Команда КВН-дети лейтенанта Шмидта. Также им будут помогать мы, редактора лиги КВН Алтай и выпускники лиг. А как в школу попасть? Да, в принципе, это будет действительно на базе политехнического университета, но они знают, что... То есть нужно записаться или как, анкету заполнить. Смотрите, 28 сентября, в 18.00, в ДК Себенергамаш, на первом полуфинале КВН Алтай, ведущий скажет со сцены всю эту информацию. Мы точно знаем, что школа КВН будет, и она будет интересная, потому что мы видели программу, там от всяких баек детей лейтенанта Шмидта до различных мастер-классов вокалистов и написания шуток, я думаю, будет интересно. Студент любого вуза, школьник может прийти, а там уже будет, ну, то есть сам список. А самое главное, самое главное, это все бесплатно. Ага, ну и вы все равно параллельно даете свою рекламу о том, что КВН у нас в ближайшую субботу. Места-то еще есть? Еще есть, но их осталось совсем мало. Поэтому нужно. О чем сейчас модно шутить? Вообще есть такое понятие в шутках? Модная или не модная шутка? Есть понятие актуально. То есть актуально чаще всего команды смотрят новости, что происходит в городе, в стране, касаемо всех тем, там, открытие нового торгового центра, какие-то политические шутки. То есть, в принципе, вот все, что нас окружает, о том шутят. И это чаще всего самое смешное, потому что, ну, человек, во-первых, очень рад тому, что, о, здорово, только вчера прочитал эту новость, а вот ребята уже пошутили. Хорошо. А чем тогда нельзя шутить? Категорически есть какие-то запреты? Ну, этот критерий сидит у самого человека, который пишет эту шутку. Да, ну, это какие-то консурные моменты каждого человека, а не свои. Как многие говорят, что бы я ни сказал своей матери. Ясно. Давайте еще раз вернемся к вашей игре, которая в субботу состоится. Сколько команд приедет? Какие цели вы ставите как организаторы? Приедет пять команд. Могу же я их перечислить? Ну, я думаю, что да. Это Твердяфьич Пихто из Горно-Алтайска. Ой, забыл. Сборная медицинского университета. Из медицинского университета. Счастлива из Агу. Это тоже барнаульская команда. Сын маминой подруги. Это тоже барнаульская команда из Агу. И команда КВН Экстрим из Сыла-Сычевка. То есть у нас принимают и сельские команды тоже участие. Мы расширяем границы. Она и сельская, и школьная, поэтому... Ну, сейчас они уже потихонечку... Хорошо, по результатам игры мы выберем чемпиона. Нет, мы выберем финалистов. Финалиста. Мы узнаем двух финалистов, которые сразятся за кубок чемпиона Лиги КВН Алтай. Когда он состоится? Он состоится 14 декабря. Но перед этим состоится еще один полуфинал, который состоится 2 ноября. То есть по-хорошему мы должны сколько команд определить до финала? Я думаю, скорее всего, будет 2 команды, которые пройдут финал. А дальше там уже мы узнаем непосредственно на втором полуфинале. Да, там тоже 2 команды, возможно, будут какие-то доборы. Это уже... Ну, ребят, ну итогом-то что станет? Просто встретились, пообщались, пошутили. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это неотъемлемая часть. Но итог, мы узнаем будущего чемпиона. И зрители, они у нас любят КВНщиков, они всегда их поддерживают. И зрители уже будут готовиться и будут знать, какая же команда станет чемпионом. Кто в членах жюри в этот раз будет? Саша. Ой. Ну, я знаю, что должны быть люди, которые хотя бы разбираются. Я однажды была, и знаете, такой не очень приятный опыт, когда мне дали слово. Я сказала, вы знаете, мне не смешно, за что меня чуть ли помидоры не загидали. Видимо, я не из той области оказалась. Возможно, игра была не такая веселая. Всяко бывает. КВН тем интересен, что каждый раз все по-новому. Каждый раз... И в нем есть именно тот самый игровой момент, когда ты не знаешь, чего ожидать. И действительно. Будет Михаил Ильич Герцович. Это наш добрый друг, директор. Это уже добрая традиция. Герцовичу быть в зале, в членах жюри. Конечно. Анатолий Домашов, он председатель жюри. И будет Александр Филатов, это участник сборной Алтайского края. В премьер-лиге этот человек играл. Будут еще много приятных знакомых, как, например, Екатерина Викторовна Четочникова, наш приятный друг. Так. Вот. И кто-нибудь еще. Пока мы думаем. Всегда приглашаем какого-нибудь прекрасного, доброго человека, который всегда нас радует. Давайте прощаться. Я знаю, что у вас еще есть что сказать. Эфирное время практически завершено. Ой, как быстро у нас пролетело. Всегда быстро. Так, Даша, передавай привет скорее. А, передаю привет. В какую камеру вы говорите? Вот эта камера. А, вот в эту камеру. Все, приведу и привет бабушке, всем остальным. И, в общем, всех, кто любит КВН и ждет эту игру в субботу. Мы вас всех тоже ждем. Там, ищите нас за кулисами. Какую? Во вторую. Всем большой привет. Мама, папа, бабушка, дедушка. Город Москва. Я обязательно приеду на свои семерки. Всем привет. Ну, в общем, всем привет. Но я напомню, что у нас в гостях сегодня был Александр Танков, исполняющий обязанности директора официальной лиги КВН Алтаи, Дарья Мальцева, администратор лиги. Дарья Мальцева, администратор лиги КВН Алтаи.